В Казахстане появятся еще четыре специальные экономические зоны. Об этом сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Казахстана Ерлан Сагадиев. На сегодня в Казахстане существует 10 специальных экономических зон. Строительство инфраструктуры шести социальных и экономических зон готово и идет. Подготовка к строительству четырех зон. Деньги на это выделены, работа ведется. До сегодняшнего дня в регионах экономическими зонами было реализовано 85 проекта. 72 проекта готовы к завершению, сказал вице-министр. По словам вице-министра Минта, Казахстана 6 тысяч человек было трудоустроено и выпущено продукцией на сумму 300 миллиардов тенге. Он добавил, что на развитие специальных экономических зон выделена из бюджета соответствующая сумма денег. Кроме того, что 60% средств возвращены назад. На 15,2 миллиона долларов овощей и фруктов ввезено из КНР в Казахстан. С момента запуска проекта «Зеленый коридор» в Казахстан из Китая через пункт пропуска Бахте ввезено овощей и фруктов общим весом 13,9 тысяч тонн, сообщает Департамент таможенного контроля Палматинской области. Основной объем перемещаемой продукции из Китая составляют томаты 29,2%, яблоки 21%, огурцы 19,5%, перец 9,9%, капуста 3,8%, апельсины, баклажаны и мандарины не более 2,5%. Как рассказали в Департаменте таможенного контроля, таможенные органы предпринимают все необходимые меры по сокращению времени таможенного оформления в пункте пропуска. Международный валютный фонд снизил прогноз по росту экономики США. Согласно новым оценкам, обнародованным МВФ, сегодня в Вашингтоне американская экономика должна вырасти за год на 2%. В апреле назывался гораздо более высокий показатель 2,8%. Прогноз роста на будущий год пока сохранен на уровне 3%. Однако в новых документах указано, что потенциальный рост прогнозируется в среднем на уровне около 2% в течение ближайших нескольких лет, что меньше исторических средних показателей. Китай возрождает туризм вдоль Великого Шелкового Пути. В новый туристический маршрут войдут 19 городов из разных стран мира, расположенных вдоль Древнего Торгового Пути. Они уже подписали соглашение о разработке совместного туристического маршрута. Соглашение подписано в ходе 4-го международного туристического фестиваля. Туристический маршрут «Великий Шелковый Путь» пройдет через китайские провинции Шэньси, Ганьсю, Нинься, Цинхай, Внутренняя Монголия, Синьцзянь, Тайвань, а также Беларусь, Украину, Бахрейн, Кипр, Казахстан, Кыргызстан, Саудовскую Аравию, Малайзию и Непал. В этом году в 19 городах состоится ряд туристических форумов и выставок. Напомним, создание экономического пояса «Великий Шелковый Путь» начато в прошлом году по инициативе председателя КНР Си Цзиньпиня. Данный проект направлен на укрепление торгово-экономических отношений Китая и Европы. Странам Европейского Союза грозят перебои с газоснабжением следующей зимой, когда потребность в нем вырастет, а транзит через Украину осложнится. Украинские газовые резервы оцениваются в настоящее время в 13,5 миллиардов кубических метров. Еврокомиссия хочет, чтобы Украина закачала еще 7 миллиардов. Но в Брюсселе опасаются, что после прекращения поставок из России Украина перестанет накапливать газ и даже будет прихватывать часть транзита. Глава отдела энергетики Брюссельского центра изучение европейской политики называет варианты действий Европейского Союза. В краткосрочной перспективе мы должны пойти на реверсные поставки Украины, ускорить интеграцию нашего энергетического рынка и перестройку инфраструктуры. Нужно улучшить управление всей сетью и сократить спрос на газ в условиях сокращения поставок. Нужно также готовиться к потенциальному кризису в Восточной Европе, сказал Арно Беренц. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что выпуски наших программ вы также можете просмотреть на сайте телеканала 24KZ и в социальных сетях. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok